Ребята, всем доброе утро! И сегодня я веду опять для вас очередной влог. Потому что сегодня мы с Ксенией и с мамой поедем в больницу. И потом уже Ксении скажут, будет ли ее класть сегодня в больницу, может или завтра, или послезавтра. Поэтому сегодня мы взяли на себя и сушу с собой вещи. Пока что сейчас Марка и Ксения, и мама, они отводят Марка в садик. И потом они сейчас сюда придут. Вот я их жду. И мы поедем в больницу. Кстати, в больницу, в которой она уже там лежала, вот в этом мы поедем в больницу. И Ксения вот уже страшно, вдруг ей сегодня даже могут сделать операцию. Но мне так кажется, навряд ли сегодня то, что ей сделать. Мне так кажется, сегодня ее просто могут положить, а вот завтра или передавтра уже будут делать операцию и будут вытаскивать спицу. Ребята, смотрите, мы уже подошли к этой больнице. Вот недавно, год или два года назад я ушла с этой больницы и Ксению месяц назвала. Ребята, мы сейчас уже сходили, проверились. И, кстати, я тоже сходилась, проверилась. Мне вот на горло, и мне сказали. И вообще, я подумала, что вот Ксению ее не будут класть в больнице и сказать, что ей пока что надо с ним делать, потом еще ходить за анализами, а потом вот только им назначат, когда будет операция. Потом где-то еще месяц должно быть пройти. где-то так. Поэтому мы прошлись к моему врачу и меня поделили. И просто я думала, что меня сейчас положат в больницу, а не Ксению. И как-то было страшно, что вообще мы пришли к Ксению класть в больницу, а вот меня сейчас положат. Но мы вовремя сказали сделать просто упражнение, которое мне добрали, и тогда у меня было горло мое пройдет. Ребята, смотрите, Ксения сходила на рентген, ей вот сделали рентген, и здесь вообще ничего не понятно, но вроде бы с ней все хорошо сейчас, все правильно вроде бы сросло. Здесь, кстати, написано, будет на Ксении 9 лет. И, ребята, сейчас мы ждем очереди к врачу Ксениному, и там Ксения вот уже скажет все, какие ей нужно анализы сдавать, потом сколько, и через сколько ей нужно будет приходить на операцию, поэтому можно еще где-то месяц, но у нее не будет операции. Так, ребят, еще мы уже вышли из больницы, и мы очень долго простояли в одной очереди, точнее, мама стояла в очереди, где мы просто сидели там, где были диванчики, всякие игрушки для детей, там, где еще телевизор был, и там свинку по эпогуру показывали. И сейчас мы идем в другую поликлинику, к которой мы уже подошли, она находится рядом с больницей, вот, вот здесь вот за воротом больницы находится, а вот это вот тоже поликлиника. Вот сейчас мы с той стороны зайдем в поликлинику, и вот, знаете, лучше бы я не шла с ними. Сейчас бы я, наверное, только бы проснулась, потому что время 12.21, я в это время бы только проснулась, и, наверное, уже бы кушала завтрак, а потому что с утра я ничего не ела. Ребята, все, мы сейчас уже приехали домой, и вроде бы все уже закончилось у меня, и даже лагерь тоже закончился, но все равно я сейчас иду в школу, так как мне нужно будет забрать все справки. Я не знаю, мама зачем-то сказала мне идти за справками в школу, какими-то мне, Ксении, я не знаю, зачем эти справки нам, но она сказала мне попросила сходить, и вот я сейчас иду, но я вам в больнице так и по-хорошему ничего не рассказала. У нас в больнице Ксения, она сходила, я сделала рентген, вот у нас есть рентген, мы его отдали к врачу, потом мы еще ходили за справками, много-много, около часа три, зараза. Потом еще мы в другую поликлинику пошли, за Ксениной другой справкой, и в итоге Ксении нужно будет еще раз ходить сдавать анализы, и потом она придет опять к врачу, и вот врач ей потом опять скажет, когда у нее будет уже операция. Ну и в итоге, когда мы ждали, мама захотела пойти со мной провериться, и мы пришли к моему врачу, который мне делал операцию. Кстати, когда я зашла на тот этаж, где я лежала, там просто те же самые врачи были, прям все так же осталось, и даже я зашла в ту палату, в которой я лежала, и прям вот вспомнилась год назад, ну или полтора года назад, как я там лежала, вот, и вот этот врач, он сказал, что у меня пока что все, ну, как бы не так уж и плохо, но для того, чтобы у меня голос не был хриплый, мне нужно выполнять задания, которые мне еще давали полтора года назад, эти задания на голосовые связки, на дыхание, и как бы я сначала неделю выполняла, а потом все время вот это все, но это уже выполнять мне надоело, я когда перестала выполнять, из-за этого у меня голос еще хриплый пустал, но мне сказали полгода поделать эти упражнения, три раза, два раза в день, и потом опять через полгода прийти, и показаться, и вроде бы через полгода у меня должно быть, потом уже все хорошо будет, и вот как раз я когда с вами уже сговариваю, у меня уже подошла к школе, кстати, у нас сделали там ремонт, там окошечки, у нас были раньше там деревянные, теперь у нас просто большие, такие новые окошки, так, подходим, люди бы мне говорили то, что вот это, эти справки, они должны лежать там, у охранника, ну мы сейчас посмотрим, здравствуйте, а вам справки какие-нибудь давали, а вы че? я Кристина Бузина, у меня тут носи до ровно, а, больше нет? больше 20. хорошо, этот таблеток, секретарь, ага, хорошо, как ребята, придется идти, ой, секресик-три, не спросите, вот сюда, заходим, все, ребята, седали справки, вот, так, семена с этой, все, это моя и Ксения справка, все, теперь идем давай, кстати, ребята, смотрите, это наша фотография, вот правда, здесь повесили, как бы, ну, отдых с семьей, вот нашу фотографию, как-то нашли, это мой папа, Марка, мама, Ксения, и вот здесь вот я, меня вырезали, знаете, даже к лучшему, мне просто хорошо, что у меня здесь просто мои одноклассники, ведь я даже к лучшему, что меня вырезали, я очень рада, что меня вырезали на самом деле, до свидания, все, ребята, выходим из школы, ребята, смотрите, мы сейчас уже подошли к Данию созвездия, вот, сзади меня находит, и мы сюда пришли, для того, чтобы нас будет награждать, как бы там вроде, или грамоты, или клубок дадут, я не знаю, это будет нас награждать, так как мы, звезды Привокского района, вот вместе с Дианой, тут Ксения пришла, чтобы меня зашли, мы звезды Привокского района, и нам сказали, в час тридцать быть здесь, около этого здания, и в два все начнется, так, ребят, смотрите, мы уже сели с Дианой, Ксения, Ксения мне предлагает играть, мы здесь такие сидим, смотрите, здесь уже все пришли, вау, смотрите, вот там вот, напротив сидят, из нашей школы, мы здесь втроем такие сидим, и вот здесь на сцену, нас сюда будут приглашать, вызывать, и нам дадут, там или грамот, или клубок, короче, я не знаю, здесь тоже еще некоторые, из нашей школы, звезды Привокского района, вот, Ксения пришла, чтобы играть, «Девочки, у нас тут идет, я не знаю, что это, дубличку, книжки, стопки на полках, полки в библиотеках, а библиотеки там, вообще не знаю, где, не право, нет, сказки наху, все равно, наводят, Вот теперь все видно хорошо. Звездочки Мишекородской и Дианальной Кирской общественной организации Церковь современной хореографии. Ребята, все, мы сейчас уже идем домой с Дианой. И вот такой вот кубок мы взяли. И вообще Диана должна была заходить за Лиану, за кубок как бы. Потому что сейчас Лиана на сборах, поэтому она не могла взять кубок. А Диану никто не предупрежал, что за этим кубок ходит папа Лианин. И она такая заходит, и тут такой папа уже забрал кубок. Она такая, эм, чё? Я только не понимаю, чё, чё случилось? А сейчас она такая обратно выходит, и тут такая... Папа зовет за этим кубок. Кстати, у меня уже есть такой кубок. Это уже второй кубок такой, что мне давали только 4 года назад. И только тот кубок, он намного, он очень старый и вообще весь обчёртый. А это новенький. Ребят, сейчас время около уже 9 вечера. И мы с Марком решили выйти погулять с Клайдом на самокатах около дома. Потому что Клайд сейчас в последнее время, ему нравится очень гулять вечером. Потому что вечером прохладнее, чем днём. И ему как-то намного лучше гулять вечером. Поэтому мы с Марком ходим гулять на самокатах. И смотрите, как это выглядит. Вот, смотрите. Клайд просто привязан ко мне и мы вот так вот ездим по кругу. Поехали! 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 Поехали!